Волга Волга была пустынна, как в те полумифические времена, когда к ее песчаным берегам подходила конница Чингисхана. Редкие селения казались покинутыми, медленно плыли отражения облаков и только хлопотливо шлепали по лазурным водам пароходные колеса. Алексей Толстой. «Хождение по мукам». Здравствуйте. Это телеканал «Самара ГИС». И мы снова читаем Толстого. Жарким июльским утром 1919 года на палубе парохода Карковада в Константинопольском порту толпилась самая разная публика. Люди разных профессий и общественного положения. Русские беженцы в измятых одеждах прошедшие огонь, воду и трубы турецкого карантина. Были среди них и толстые, кое-как устроившиеся на палубе второго класса. Карковада шел левым берегом пролива. До входа в Дарданеллы его провожал стая дельфинов. На носу прохода, на свернутых канатах, сидел, обедая консервами, полковник Тугашорстов. «Трое!» – ткнул он вилкой куда-то в сторону. «Наглядное пособие для завоевателя. А мы оплакиваем Новороссийск». Навстречу дул ветер. Вода наливалась темной фиолетовой тенью, и то тут, то там вниз закипали белые барашки. Вдруг справа каменной громадой появился остров Имброс. Толстой, навалившись на борт парохода, во все глаза смотрел на него. «Я думаю, он был таким же и тогда, когда мимо него проплывал Одиссей», – произнес он. Время остановилось. Берега были так близко, что с борта парохода можно было различить и красноватые поросли маков, и босоногого мальчишку, который бежал с дудкой за стадом овец. Казалось, что тысячелетия ничего не изменили ни в человеке, ни вокруг него. Впереди были чужие страны, и впереди был роман о хождении по мукам. Перейдя пешком в Донскую границу, Телегин спрятал полковничьи погоны и вещевой мешок. Поездом добрался до Царицыно, и там сел на огромный теплоход, набитый от верхней палубы до трюма крестьянами, фронтовиками, дезертирами, беженцами. Саратовый предъявил в репкоме документы, и на буксирном пароходе пошел на Сызрань, где был Чехословацкий фронт. Волга была пустына, как в те полумифические времена, когда к ее песчаным берегам подходила конница Чингисхана, поить коней из великие реки Ра. Зеркальная ширина медленно уносилась в каемки песчаных обрывов, заливных лугов, поросших зеленым тальником. Редкие сирени казались покинутыми. На восток уходили ровные степи, волны зноя в миражи. Медленно плыли отражения облаков. И только хлопотливо шлепали в тишине пароходные колеса по лазурным водам. Иван Ильич лежал под капитанским мостиком на горячей палубе. Он был босиком в ситцевой рубахе распояской. Золотистая щетина отросла у него на щеках. Он наслажался, как кот на солнце, тишиной, влажным запахом болотных цветов, тянувших с низкого берега сухим ковыльным запахом степей, необъятными потоками света. Это был всем отдыхом отдых. Пароход вез оружие и патроны для партизан степных уездов. Красноармейцы, сопровождавшие груз, разленивались от воздуха. Иные спали, иные, наспавшись, пели песни, глядя на просторы воды. Командир отряда, товарищ Хавелин, черноморский матрос, по нескому раз на дню принимался стыдить бойцов за несознательность. Они садились, ложились около него, подперев щеки. — Должны вы понять, братишечки, — говорил он им хреповатым голосом, — не воюем мы с Деникиным, не воюем мы с Атаманом Красновым, не воюем мы с Чехословаками, а воюем мы со всей кровавой буржуазией обоих полушарий. Мировому буржуе надо бить смертельно, по году он окончательно не собрался с силами. Нам, русским, слово это он произносил отчетливый фарсист, нам сочувствуют кровные братья, пролетарии всех стран. Они ждут одного, чтобы мы кончили у себя паразитов и пошли подсоблять им в классовой борьбе. Это без слов понятно, братишки. Как смелее русского солдата ничего не было на свете, смелее только моряк-краснофлотец. Так что у нас все шансы. Понятно, красавцы, это арифметика, что я говорю. Сегодня бои под Самары, а через небольшой срок бои будут на всех материках. Ребята слушали, глядя ему в рот, кто-нибудь замечал спокойно. Да, заварили кашу на весь свет. Налево засинели Хвалынские горы. Товарищ Хведин глядел в бинокль. Город Хвалынск, ленивый и сонный, яснее проступал за кущами деревьев. Здесь должны были брать нефть. Сиденький капитан стал около рулевого. Река разделялась на три русла, огибая наносные тальниковые острова. Фарватер был капризный. Хведин подошел к капитану. В городе ни одной души не видать. Что за штука? Нефть нам нужно брать обязательно, как хотите, сказал капитан. Надо так подваливать. Пароход, проходивший у самого острова, где ветви осокари почти касались колесных кожухов, загудел, стал поворачивать. В это время с острова из густых тальников закричали отчаянные голоса. Стой! Стой! Куда вы идете? Хведин выдернул из кобуры револьвер. Команда отхвынула от борта. Закипела вода под пароходными колесами. Стой! Жестой! Кричали голоса. Шумели тальники. Какие-то люди продирались к берегу. Появились красные взволнованные лица, машущие руки. Все указывали на город. Ничего за шумом нельзя было разобрать. Хведин покрыл, наконец, всех морскими словами. Но и без того было все понятно. В городе у пристани появились дымки, по реке раскатились выстрелы, Хвалынск был занят белогвардейцами. Люди на острове оказались остатками бежавшего гарнизона, частью местными партизанами. Некоторые из них были вооружены, но патронов не было. Красноармейцы кинулись в каюты за винтовками. Хведин сам встал за капитана и ругался на всю водную ширь такими проклятиями, что люди на острове сразу успокоились, на лицах появились улыбки. Хведин сгоряча хотел было сразу атаковать город в лоб с парохода, высадить десант и расправиться. Но его остановил Иван Ильич. В коротком споре Телегин доказал, что атаку без подготовки производить нельзя, что непременно ее нужно комбинировать с обходным движением, и что Хведин не знает сил противника. И может, у них артиллерия? Хведин только заскрипел зубами, но согласился. Пароход под выстрелами спускался задним ходом по течению и зашел с западной стороны острова, откуда город был леском. Здесь отшвартовались. Люди с острова высыпали на песчаный берег, было их человек пятьдесят, ободранные, взлохмаченные. «Да вы толком слушайте, черти, что мы вам говорить будем?» – кричали они. «К нам на помощь Захаркин идет с пугачевскими партизанами. Мы еще третьего дня к нему ходока послали. И они рассказали, что третьего дня местные буржуи вооруженным налетом врасплох захватили совдеп, телеграф и почту. Офицеры нацепили погоны, кинулись к арсеналу, отняли пулеметы. Вооружились гимназисты, кубчики, чиновники, даже соборный дьякон бегал по улице с охотничьим ружьем. Никто не ждал переворота. Не успели схватиться за винтовки. Наши командиры разбежались, продали командиры. Мы как бараны мечемся. «Эх вы!» – только и сказал Най-Тахведин. «Эх вы, сухопутные!» На берегу все сообща стали держать военный совет. Телегина выбрали секретарем, поставили вопрос. Отнимать хвалынску буржуев или не отнимать? Решили отнимать. Вопрос второй. Поджидать пугачевских партизан или брать город своей силой? Тут поспорили. Одни кричали, что надо ждать, потому что у пугачевцев есть пушка. Другие кричали, что ждать нельзя. С минуты на минуту. Сверху из Самары подбегут белые пароходы. Хведину надоели споры. Махнул рукой. «Ну, будет лязгать, товарищи!» Постановлено единогласно. К вечеру, чтобы Хвалынск был наш. За протоколь товарищ Телегин. В это время на левом берегу на обрыве появились верховые. Сначала выскочили двое, потом четверо. Увидели пароход, ускакали. Потом сразу весь берег покрылся всадниками. На солнце блестели широкие пики, сделанные из кос. Хвалынские начали кричать. «Эй, чьих будете?» Оттуда ответили. «Отряд Захаркина Пугачевской крестьянской армии». Хведин взял рупор, надувая шею, загудел. «Братишки, мы вам оружие привезли. Катись на остров. Хвалынск будем брать». Оттуда закричали. «Ладно, у нас пушка есть. Гони сюда пароход». «Всадники на берегу были одним из отрядов партизанской крестьянской армии, дравшейся в самарских степях против властей, признавших власть Самарского временного правительства. Армия возникла сейчас же, после занятия Самары чехословаками. Город Пугачевск, в прошлом Николаевск, стал центром формирования. Сюда собирались все горячие головы, кому любо было поездить на конях. Все, кто загнан был знаменитым земельным скупчиком Шахабаловым на нищий крестьянский клин. Все, кто тягался за землю с богатейшими уральскими станичниками. Все, у кого через край переплескивалась душа, рожденная в бескрайних степях, где вольно шумит пшеница, где мужик, понукая медлительных валов, идет за тяжелым плугом. Противник возникал повсюду, как степной мираж. В селе собирался сход. Богатенькие мужики, унтер-офицеры царской армии, приезжие из Самары, переодетые агитаторы, кричали, что нет такого закону, чтобы бедняк, батрак, безземельный бродяга садился править волостью, отнимал у крепких мужиков землю и хлеб. И сход решил слать в соседние села ходоков, чтобы окапывались. Сразу поднималась целая волость, вытаскивали из потайных мест оружие, проводили плугом борозды на границе, рыли окопы на десятки верст. В иных местах провозглашалась республика с подчинением Самарскому центру. Охрана территории поручалась конница, пехота мобилизовывалась только в случае нападения красных. Для вооружения конницы годились косы, их торчком привязывали к шестам. Такие кулацкие армии были страшны, они появлялись неожиданно из степного марева, налетали в тучах пыли на цепи и пулеметы красных. Здесь дрались свои. Брат на брата, отец на сына, кум на кума, значит, без страха и беспощадно. Разбив красных, конница вооружалась пулеметами и винтовками, но кос не бросала. Ни летописей, ни военных архивов не осталось от этой великой крестьянской войны в Самарских степях, где еще помнились походы Емельяна Пугачева. Разве только в престольный праздник поспорят за ведром вина отец с сыном о былых боях, упрекая друг друга в стратегических ошибках. «Помнишь, Яшка, — скажет отец, — начали вы в нас садить под колдебанью из орудия. Непременно, — думаю, — это мой Яшка, — сукин сын. Вот ведь вовремя уши ему не оборвал. А здорово мы вас пуганули. Хорошо, ты мне тогда не попался. Хвастай, хвастай, а взяла наша. Ничего, придет случай, опять разойдемся. Что ж, и разойдемся. Как ты был, кулак, так при своей кровавой точке зрения и остался. Выпьем, сынок. Выпьем, батя. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...